А в Нейрингере прошло первенство Дальневосточного федерального округа по джиу-джитсу. Около 160 участников турнира состязались не только за награды, но и за право представлять свой регион на соревнованиях всероссийского уровня. Игорь Акимов продолжит тему. Около 160 спортсменов из Якутии, Амурской области, Хабаровского и Приморского края съехались в столицу Южной Якутии, чтобы выйти на татами и показать свое боевое мастерство в одном из самых популярных искусств рукопашного боя джиу-джитсу, основным принципом которого является мягкая, податливая техника движений. По итогам этих соревнований каждый регион составит сборную команду, которая будет входить в сборную ДФО и будет представлять наш округ на соревнованиях более высокого уровня. С этого года данные соревнования по джиу-джитсу внесены в единый календарный план Республики Саха-Якутия и поэтому вскоре станут традиционными в нашем регионе. А это значит, что для таких юных спортсменов, как Вааган Меликян из поселка Серышево Амурской области, это станет дополнительной возможностью одержать новые победы. Сегодня он уже ставит перед собой грандиозные задачи. Я сказал папе, давай поедем джиу-джитсу уже заниматься. Я буду упорно заниматься и стану чемпионом. Как отмечают представители Нерюнгринской администрации, данные соревнования, как и все остальные спортивные мероприятия, проводимые на территории города и Нерюнгринского района, играют колоссальную роль как для подрастающего поколения, так и для развития спорта в нашем и соседних регионах. Мы за последнее время добились немаленных успехов в разных видах спорта. У нас получается не просто его поддерживать, а развивать. На данных соревнованиях спортсмены возрастной категории от 15 до 20 лет имели возможность присвоения квалификации кандидатов в мастера спорта. Организаторы и спортсмены данного первенства уверены, что в дальнейшем будет еще больше участников и больше ярких побед. Игорь Акимов, Вадим Барашков, НВК Саха, Нерюнгрин.